Всем привет, это FreeStudio21.com И перед нами продолжение темы UseTo Теперь UseTo В значении действия, которое Было когда-то, теперь не происходит Его разница, чем оно отличается От What и все такое Опять же, если для вас эта тема Совершенно дико новая Можете посмотреть, у меня есть на Плейлисте Past Simple Сейчас я напишу Это, разговаривать Это одно, написать это Другое, если Для вас эта тема нова Past Tenses Плейлист, или прошедшие времена Зайдите туда, найдите Там UseTo И посмотрите теорию Так вам будет гораздо проще Потому что, ну, в принципе, можно Все и на примерах понять, можете смотреть дальше Я уж, конечно, вам не запрещаю Но, чтобы вы просто Знали, откуда у всего этого дела Как говорится, ноги растут Итак В данном случае мы имеем Примеры перевода предложений Раньше мы всегда ходили К морю смотреть на закат Что у меня здесь? Ну, переводим Переводим предложения Но перед тем Все-таки нет Все-таки перед тем, как переводить предложение Я хочу Я хочу Показать вам некоторые нюансы А именно Если вы встречаетесь с ситуацией, когда у вас действие было в прошлом, а теперь не происходит Вы всегда должны помнить, что у вас будет выбор Как это сказать? Можно, конечно, сказать при помощи обычного pass simple и не морочить себе голову Но это будет не совсем верно Дело в том, что действие в прошлом может иметь два варианта перевода Значит, если это был процесс Здесь важно понять Это был процесс или это состояние Здесь важно помнить разницу Если это процесс, это одно дело А если это состояние Состояние Это совершенно другое дело Если у вас процесс, вам повезло И вы можете здесь ставить абсолютно все, что хотите Вы можете поставить use to А можете поставить вот В данном случае это будет совершенно ничего общего Не будет иметь с future in the past Это ничего общего не будет иметь с согласованием времен Просто use to Вот он здесь стоит, потому что он здесь стоит Он может показывать на событиях в прошлом, которые раньше происходили, теперь не происходят Если же у вас состояние То есть у вас не действие, как бы у вас состояние Вы не имеете права ставить вот Вы имеете право ставить только use to Use to Ставить вот строго запрещено Нельзя Ни в каком виде, ни в коем случае Почему? Многим людям это непонятно И я сейчас не буду вдаваться в какие-то глубины И пытаться понять, почему так Чтобы вы понимали, о чем идет речь Состояние всегда показывают так называемые steady verbs Это глаголы Если Чтобы вам было яснее Это глаголы, которые не употребляются в continuous Это глаголы Вот те 3-4 категории глаголов, которые не употребляются в continuous Можете открыть Опять же Можете открыть мой ролик Там, где глаголы, которые нельзя употреблять в continuous Там, по-моему, несколько частей даже есть И если вас не стошнит, вы можете все это пересмотреть Но если вы все это знаете Тогда помните Что если вам встретился такой глагол, который не употребляется Его нельзя ставить в continuous Значит, его нельзя ставить с would Для того, чтобы показать, что действие в прошлом было, а теперь не происходит Вот такая вот закономерность Почему так? Не знаю Честно, не знаю Понятия не имею Но именно так оно и есть А теперь, когда я отвлеклась на теорию Переходим на перевод предложений Итак, раньше мы всегда ходили к морю смотреть на закат Что мы имеем? Не спешим переводить Давайте посмотрим, что мы имеем Мы всегда ходили Раньше ходили, теперь не ходим Ходили Это у нас действие какое? Просто действие, процесс Действие, процесс То есть мы были в процессе, скажем так Процесс Иными словами, здесь у меня будет, по сути, два варианта Я могу перевести это предложение как с used to, так и с would Смотрите, как это будет Итак, номер первый Первый вариант Все нормально, go down, если уж на то пошло Далее, второй вариант Можно сказать и иначе Сейчас я чуть-чуть подвинусь О We used to Sorry У меня used to получилось Калечное Сейчас я исправлюсь We used to Sorry Used to We would We would Go down И дальше все то же самое To the sea To the sea To watch To watch The sunset The sunset В чем разница? А вот наша разница здесь Здесь наше would Здесь go Down стоит Обратите внимание, что used Всягда ставится стул Would ставится без стул Перед go to мы тогда не ставим Это полностью одно и то же То есть у вас есть выбор Когда у вас действие процесс Вы можете ставить или would Или used to Что вам больше, как говорится Душе вашей угодно Едем дальше Когда я была маленькая В нашем доме бывало много гостей Что мы имеем здесь? Когда я была маленькая Ну это вот, как говорится В ситуацию В нашем доме бывало Ага Это процесс? Нет, друзья мои Это не процесс Это состояние Почему я это знаю? Потому что я знаю Бывать Это быть в смысле А глагол to be В continuous не употребляется Это stative verb To be Stative verb И следовательно С would он тоже употребляться не будет Поэтому здесь у меня Только один вариант будет Used to И я перевожу это предложение так Номер второй When I was a little girl When I was little Was little О, у меня какие-то кривые буквы Совсем получаются Was little There used to be Наверное, я поставлю Или нет Напишу лучше так Many guests Many guests Кстати There used to be Тоже было абсолютно нормально Many guests Used To come Или to be Потому что To come Там может быть два варианта To be In our house Вот, пожалуйста Если я выбрала To be Значит у меня будет Только один вариант У меня будет Used to Would Здесь уже никак не катит И последнее предложение Третье Что мы имеем здесь В 20-е годы На заводах Форда Люди зарабатывали По 5 долларов в день Что мне здесь Как мне здесь поступить Что я имею Опять же Первое Вы должны всегда Задавать себе вопрос Чем является Ваше сказуемое Это процесс Или это состояние Зарабатывали Что делали Earn Слово Earn Запросто может быть В continuous Поэтому у вас тоже будет Два варианта Здесь можно сказать Would И можно сказать Used to Что я сейчас и сделаю People People Would Would Earn Earn 5 dollars 5 dollars A day At Ford In The Twenties Twenties Если же мне не нравится Такой вариант Ну, многим людям Не нравится слово Would Оно какое-то Подозрительное Для многих кажется Ну, что это такое Что это за Would Такое Ради бога Если вы не хотите Would Ставьте Used to People И все полностью То же самое Used To Earn 5 dollars A day Все абсолютно То же самое Я дальше Даже мне писать Лень Все дальше То же самое Короче говоря Поскольку у вас Глагол Процесс Это не состояние Это не State Verb Поэтому смело Можете ставить Два варианта Что вам больше В вашей душе Угодно Теперь я Сделала еще Одно Упражнение Скопировала Сейчас его найду А вот оно И здесь нам предлагают Поставить Used И вот Used to Или вот Что больше Мы считаем Нужным Это упражнение Из round up 5 Синий Round up New edition New edition Если кому интересно Можете заглянуть Я не могу сказать Какая это страница Не помню сейчас Так или иначе Читаем предложение I used to live in a small house In a country Но тут все ясно Далее I Чего-то там Get up Every day At 7 o'clock And get ready For school Что мы здесь Можем поставить Get up Это у нас Глагол Процесс И в принципе Если это процесс Я могу поставить И would I would И можно поставить Used to Это тоже будет верно Едем дальше Что мы имеем здесь Можно ставить Used to Конечно можно Used to А можно Ставить Would Так я Would Наверное Другим цветом Буду А то у меня Все уже зеленое Would У меня будет Оранжевый Would Здесь то же самое Почему я так делаю Потому что Get может быть В Continuous Walk тоже может быть В Continuous Поэтому я тоже Могу здесь Поставить Would А не хочу Would Ставлю Used to Пожалуйста Далее идем Далее идем А вот здесь у меня Уже нет выбора Потому что у меня Стоит Be А be Это статив Верб И он не употребляется В Continuous Следовательно Он не употребляется Из would Я смело Ставлю Used to И не более того И дальше у меня Опять выбор Ибо слово Catch Может употребляться И в Continuous И в обычных временах Поэтому я Ставлю Used To Или же Would Опять же Что мне Моей душе угодно Далее In the afternoon At Чего-то там Drop me off At my grandparents' house Because both my parents worked Здесь интересная ситуация Днем Из автобуса Меня высаживали Возле дома Моего бабушки И дедушки Потому что Оба моих родителя Работали Здесь у меня Ситуация Когда Ну что Drop off Это действие Одноразовое Такое Быстрое Поэтому я Предпочту Здесь поставить Used to Used to Я не буду Ставить Would По той причине Что Здесь все-таки Действие было Так сказать Быстрое И лично я бы Допустим Никогда в жизни Drop off Не поставила бы В continuous Но Знайте Что если вам Не нравится Used to Ради бога Здесь может Стоять тоже Ввод Хотя Лично я бы Его не ставила Далее I live in there Так Дальше у меня Пробелов нет Вот такая Интересная Картина По сути Used to Я должна была Однозначно Должна была Поставить Только в этом случае Здесь у меня Четко Used to Больше ничего Другого нет В других Случаях у меня Был выбор Но Люди добрые Включайте Пожалуйста Свой здравый Смысл Если у вас Действие Которое Явный процесс Скажем так Или которое Повторялось Много раз Пожалуйста Ставьте Вот Ставьте Used to Но Если у вас Ситуация Когда действие Такое Одноразовое Что ли Ставьте Used to Вообще говоря Used to Гораздо Удобнее Used to Удобнее По той причине Что Вуд Часто сбивает Людей с толку И они начинают Думать А что это такое Это Future in the past Это какое-то Условие Это косвенная Речь Какая-то Что вообще Это такое Почему Вуд Обычно у людей Круглые глаза Поэтому Если вы Не уверены Что вам Нравится Поставить Или вы Не уверены Что собеседник Вас правильно Поймет Ставьте Used to Люди Точно Поймут Вас правильно Лучше Не связывайтесь С Вуд Мой вам совет Потому что Это такое Слово Хитрое Скажем так И между прочим Его не так уж Часто употребляют Особенно В современной Жизни В литературе Да Вы его можете Встречать И очень часто Но в современной Жизни В разговорном Языке Вы вряд ли Такое Чудо Увидите Помните Вам надо Обязательно Помнить Вот эту схему Когда у вас Что употребляется Когда у вас Процесс Ради бога Ставьте Вуд Used to Что вам Больше нравится Если у вас Состояние Если у вас Stated verb Который Нельзя ставить В continuous Не ставьте Пожалуйста Вуд Ставьте Только Used to Это важно Помнить И Знайте Что Вообще говоря Used to Намного Более Предпочтительно Чем Всякие Там Вуды Которые То ставятся То не Ставятся У меня Могут Быть Сомнения И так Далее И тому Подобное Ставьте Used to Моя Вам Дружеская Рекомендация Вы Об этом Совершенно Не Пожалеете Спасибо За Внимание Подписывайтесь На Мой Канал Могут Продолжение следует...